Ну, тяжелая игра, так как мы не забили много моментов вначале, потом пропустили необязательный гол, но надо реализовывать моменты, наверное, тогда и будет победа. Ну, отдадим должность сопернику, ребята очень заряженные были, просто порой перехлест на уровне желания. Ну, молодцы, да, с желанием играют, ну, я думаю, мы тоже с желанием играли, столько моментов создали, единственное, повторюсь, что реализация подвела. Во втором тайме немножко испортилась погода, приходилось против ветра играть, это помешало? Да нет, я не сказал бы, что помешало, во втором тайме тоже было достаточно хороших моментов, чтобы забить гол, так что ничего такого не изменило. Сейчас надо переключаться и готовиться к следующей игре, как это у нас сделать? Да все, эта игра уже прошла, завтра тренировка, будем готовиться к следующей игре. Не будем закрывать ничего. Результат для нашей команды негативный, моментов до забития гола, у нас было очень, очень большой моментов до забития. Я думаю, что в первом тайме, как бы мы забили со счетом 3-0 для нас, так это было правильное, потому что моментов было большой, да, в первом тайме, ну а в другом тайме, ну а в другом тайме уже столько моментов не было, потому что было такое тиснение, такое тиснение, так это тиснение, но мы забили один гол на один-один, но потом хотели еще там забить второй, потому что такие игры, те команды выигрывают 2-1, 1-0, но для нас это была такая игра не фартовая, не шанс, не фартовая, а в другой стране мы сами это сделали, потому что как не умеешь забить спеть, и возможности не один гол, соперник всегда одна, 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 одна указа и забивает. Обратил на себя внимание пару моментов, не было Артема Быкова, и в запасе пара молодых ребят совсем, еще не знакомых болельщикам. Расскажите, пожалуйста, вот об этих решениях. Ну, Артем Быков в субботу с утра, как приходил на базу, у него была большая температура 39, поэтому он остался в дому, так же с нами не поехал, ну и мы забрали с собой молодого игрока с полковских, Кирилл, с дубла, мы спросили тренеров дубла, который игрок хорошо работает, как на тренировках, так и показывает себе в игре, ну и приехал Кирилл, остался здесь Кирилл, и познакомился с первой командой, как готовится первая команда на игру, думаю, это для него хороший опыт, 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 до наследующей работы, так и в спарте, в спарте, to help, to help him, помощь, 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 уже надо работать, и можно, чтобы следующую игру остаться с нами. Ну и последний, наверное, вопрос, сейчас важно переключиться и готовиться к следующему матчу, домашняя игра против Слави и Мозырь, тоже ведь непростая игра будет, чего ожидаете? Так, мы говорили тоже раньше, уже в неделю, там вторник, вторник, среда, как мы готовились на сегодня на игру, еще перед игрой говорили, потому что эти игры очень сложные, можно еще хуже, чем как играли с Батт или с Олигор, с Динамо Минск, потому что мы всегда будем фавориты, но это всегда надо показывать на поле. Ну и Слави и Мозырь тоже будет команда, которая будет приезжать с желанием забрать очков в Бресте, будет хорошо обороняться и искать, какие там быстрые контры, но все, 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 все належат, как мы будем забивать, если будем забивать голы, или нет, потому что всегда мы умеем там сделать оказание до забития, но надо умение еще забить.